Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы порадуем вас кое-какими подробностями из жизни самого любимого мексиканского актера, человека, вошедшего несколько лет назад в список 50 самых влиятельных людей Мексики и регулярно входящего в список 50 самых красивых мужчин испаноязычного мира. Он для Мексики буквально все. И вы правильно догадались, что это Фернандо Колунго. Он окружен всеобщей любовью, его обожают и ему поклоняются. Но не все так безоблачно, как может показаться. Наряду с огромной любовью существует и огромная ненависть. Не побоимся мы этого слова, так как это действительно так. Можно как угодно относиться к актерскому дару Колунги, можно находить и в его внешности, и в его манере кучу недостатков, но то, что позволяет себе в отношении него пресса, не лезет ни в какие ворота. Не будем углубляться слишком далеко, возьмем пару-тройку последних лет. И что же больше всего интересует желтую прессу? Во-первых, его внешность. Во-вторых, его сексуальная ориентация. В-третьих, его конфликты с актерской братьей. Начнем с последнего, так как это, пожалуй, самое безобидное. Итак, Ферр оказывается скандалист. Во время съемок сериала «Я твоя хозяйка» он поссорился, внимание, с Эдуарду Капетилью. Уже при одном упоминании этого замечательного человека в мозгу простодушного слушателя может произойти взрыв. Лало Капетилью имеет характер специфический и может поскандалить даже с буддийским отшельником, превратив его в воинственную ниндзю-черепашку. Так что же произошло между Лало и Фернандо? Да ничего особенного. Лало просто высказал пару замечаний о внешности Фера. Прошелся по его манере заботиться о своем лице и потом, чтобы ни у кого иллюзий не осталось, назвал Колумгу геем. Ну, а что-то такого, правда. Вот Феру это почему-то не понравилось. Странно, не так ли? Он сказал, что сыт по горло выходками Лало и покинул площадку. Тут уж народ забегал и стал их мирить. Получилось. У Фера характер оказался отходчивый. Второй конфликт случился во время съемок последних серий этой же новеллы. Рейтинги были не очень высокими, хотя и неплохими. И Фернандо решил мешаться в процесс. Ему не понравилось, что написано в сценарии, и он попросил изменить это. К слову сказать, он просил Лусеру поддержать его, но она отказалась. И что тут началось? Негодяй, мерзавец, не ценит труд сценаристов и режиссера. То есть человек, имеющий за плечами мощный опыт съемок, сыгравший десятки ролей, ни черта не понимает в колбасных обрезках и не способен отличить хороший сценарий от бреда сивой кобылы. Интересный подход. Приведший, кстати, сказать к тому плачевному результату, который мы и видим на телевизии. Одна новелла хуже другой. Ну и последний эпизод, когда Ферн, опоздав на съемки, в ответ на замечание ответил, что он звезда и может себе это позволить. Ну, здесь, конечно, он перегнул палку. Его и так нежно любят. Ферн спохватился и сказал, что предпочитает быть звездой, которую все уважают, чем актером, с которым обращается как с собаками. И в очередной раз понеслась. Статьи в прессе, отклики товарищей по цеху, а особенно отличилась Синтия Клидбо, Лаура из «Хозяйки». Она написала в своем твиттере, что Колумба имеет красивое тело, но крошечный мозг. И что, когда она его встретила в первый раз, он был никем, а сейчас изображает из себя великую звезду. Она сказала, что гордится тем, что просто актриса, такая же, как Диего Луна, Анна Клаудия Таланкон и Гаэль Гарсия Берналь. Ну, может быть, Ферн и погорячился. Но реакция была явно неадекватная и показала степень любви к нему его коллег по цеху. Ну, а чего он хотел? Он ведь самый высокооплачиваемый актер на телевизии. Вот соратников по цеху и колбасит. Следующим камнем преткновения в отношениях Фера и прессы стала его внешность. Журналюги просто с ног сбились в поисках жареных фактов о том, как Ферн сделал пластическую операцию или вколол ботокс. И что? Может, и сделал, может, и вколол. Это фото его четырехлетней давности. Это сделано два года назад. А это совсем недавнее. Да, Ферр блистает удивительно помолодевшим лицом. Но ведь профессия обязывает. Граждане, актеры лицом работают. И они именно его и продают. И оно должно быть в порядке. Фернандо, если что-то и сделал, то он не отличается ничем от тысячи актеров мужского пола, сделавших подтяжки и согласившихся на уколы ботокса. Сам Фернандо в ответ на хамские вопросы прессы только смеется и советует поговорить с его врачом. Ну, может быть, тот что-то расскажет. Последняя статья на эту тему поверила читателям, что Колунго и Лусера могли часами обсуждать новые крема и другие средства омоложения. А вы что думали, что они в перерывах между съемками теорию относительности Эйнштейна обсуждать будут? Но есть такая область, вопросы, о которой Фернандо не просто напрягает, но и откровенно взлят. Это вопросы о его сексуальной ориентации и отсутствии семьи и детей. О Фернандо ходят слухи, причем очень настойчивый, что он гомосексуалист. Ему предписывали роман с Марселом Кордобо, с журналистом Хавьером Аллаторе и, наконец, с одним из руководителей телевизы Фернандо Гомесом. Последний всплыл буквально пару лет назад, и народ с увлечением обсуждал подробности этого виртуального романа. Виртуального, потому что никаких подтверждений этому нет, хотя внутри телевизы в этом не сомневается никто. Но им лучше знать. Потом Феру приписывали роман с молодым актером по имени Джесс Александр. Якобы Фернандо помогал юнцу попасть на экран, а взамен, ну, сами понимаете. Последний слух подобного рода связал Фернандо и Амара Фернандеса, с которым у колонки многолетние дружеские и деловые отношения. Пресса обнагляла до того, что стала приставать даже к матери Фера с вопросами, а почему он не женится, и не хочет ли она внуков. Женщина, явно растерявшись, сказала, что спрашивала сына об этом, но ответа не получила. Ну и для того, чтобы родить детей, нужна женщина. Неужели в жизни Фера не было ни одной женщины? Ну как же, были, конечно. Далее, одно время считалось его невестой, и он даже давал интервью о том, что будет счастлив стать отцом. Певица Юри рассказала о бурном романе между ней и Фернандо, который был лет 10 назад. Роман закончился, и они остались друзьями. Потом у Фернандо был длительный роман. Он даже объявил, что берет отпуск от съемок и хочет жениться. Избранницей Фернандо стала 31-летняя Наталья Фернандо Сварелла Коралл. Их отношения продолжались буквально до последнего времени, а точнее до съемок его последней новеллы. Вот роман с партнершей ему теперь и приписывают. Бланка Сото. Женщина красивая, свободная. Так что, если это правда, то Феру можно позавидовать. Одно ясно. Для Колонги это больная тема. Он действительно переживает свое одиночество. В одном из интервью он с грустью сказал, что надеется все же завести детей и очень хочет, чтобы они не годились ему по возрасту внуки. Пожелаем ему всяческих успехов, исполнения всех желаний и, самое главное, желаем ему и дальше радовать поклонников своими ролями. И не обращать внимания на завистников. На сегодня это все. Ждем вас в нашей следующей передаче. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!